Дубляж сделан при поддержке pspisa.tv Субтитры создавал DimaTorzok Я осознал, после стольких попыток найти смысл в Final Fantasy VIII, угадайте что? Да то, что в Final Fantasy сериях никогда не было смысла, они всегда были такими ужасными Знаете что? К чёрту Final Fantasy VIII, к чёрту всю серию Я начну сначала и разнесу этот грёбанный франчайз к чёртовой матери с первой игры Сюжет этой игры просто дебильный Окей, миру предстоит пипец из-за того, что четыре орбы, держащие мир в гармонии Перешли на тёмную сторону силы Эти орбы представляют огонь, землю, воздух и воду Очень оригинально. Знаете, единственный способ сделать загруз более гейским — это добавить пятую силу сердца. В любом случае появляются четыре воина, у каждого из которых есть собственная проклятая орба. Но кто они, чёрт подери, такие и откуда пришли? И каким макаром они достали орбы, на которых держится судьба всего мира? Такие штуки обычно хорошо охраняются. Большинство нормальных игроков прошли игру ровно один раз с сбалансированной партией персонажей, и на этом всё. После этого могли спокойно пойти к друзьям и сказать, насколько лажовой была эта игра. На что вам скажут, «А мне понравилось, чел, я бы прошёл эту игру типа... с четырьмя чёрными поясами, это был бы хардкор типа 4 Брюса Ли». На что другой друг ответит, «А нифига, чел, знаешь, что был бы действительно хардкор? Это пройти её типа... с четырьмя белыми магами, это действительно хардкор, чел». Это просто дебильно. Кому надо так возвращаться? Если вам станет любопытно и вы полезете на ютуб, и боже мой, кто-то действительно это сделал. Только подумайте, сколько времени и усилий они угрохали, чтобы взять это дерьмо ещё раз с самой тупой партией персонажей из всех возможных. Оу, но и это ещё не предел человеческой тупизны и задротства, не так ли? Постойте, давайте придумаем самый дебильный вариант прихождения игры. Как насчёт того, чтобы пройти её одним персонажем, типа... красного мага? Фа! Окей, как насчёт вора? Чёрт! Ладно, задаюсь, самый тупой вариант – один белый маг. Офигеть! А потом, в обиде на трату недель своей жизни на это задротское говно, вы чувствуете себя обязанными высоте его на ютуб, как бессмертный памятник своей унылости. Да, знаете, если вы делаете подобное видео, спокойно отрезайте свои причиндалы, засуньте в пакетик и пошите на ютуб, потому что я не думаю, что они вам понадобятся. Первым делом игрок спасает принцессу от какого-то злого рыцаря по имени Гарланд. Итак, бегаем по округе, копим левел и шмот, ведь несмотря на то, что это великие герои с сильными элементальными орбами, всё, что у них есть – это голая задница и первый левел. Правда разочаровывает. Вы призываете героев, а на пороге появляются эти приключенцы без оружия и навыков. Эээ, дааа, мы типа войны судьбы, но только пока мы намели, зарплата не будет до пятницы. Можно мне одолжить меч или типа того? Итак, вы проводите около получаса, прокачивая левелы, копя наш мод. Тут-то и происходит знакомство с этой дерьмовой боевой системой, которая мучает нас всю игру. Почему? Выбираем персонажами цель для атаки, и... Один чел ударил, другой чел ударил, и... О-оу, монстр мёртв. Тогда следующий персонаж подбегает вперёд, и... Что? Он атаковал пустоту? Да! Если монстр умирает посреди раунда, и у вас есть кто-то, кто должен был его атаковать, то он тупо промаширует туда, где до этого стоял монстр, постоит там, помашет своим мечиком и вернётся назад, потратив на это весь ход. Что это за дебилизм такой? Зачем они это сделали? Они что, атакуют темноту? Почему бы им не атаковать другого монстра, как... Ну я не знаю, в любой другой РПГшке когда-либо сделанной? Итак, едем дальше. Нашкипидариваем горландскую задницу, спасаем принцессу, и... Зацените фишку! Король в качестве награды построил мост в нашу честь! О-о-о, спасибо большое! Это покроет все наши затраты! Быстрее, давайте сфотаемся на его фоне! Но настоящая фишка это принцесса, это жидовская задница. Знаете, что она делает за спасение от злого рыцаря? Она даёт вам лютню! Лютню! Чёртову лютню! Я старался, жертвовал собственной задницей, чтобы спасти принцессу от сраного рыцаря, сражаясь с чёртовой нежитью и тратя бабло на экипировку, и вся моя награда это чёртова гитара? Если бы это действительно была РПГ, там была бы опция засунуть гитару в её же собственную задницу! Далее мы банально очищаем морбы по очень очевидному маршруту. Конечно, тут есть и земляной уровень, и водяной уровень, и воздушный, и... Знаете, игру затирали до дыр даже когда она только вышла! Даже ребёнком я проходил её на автомате. Она действительно должна вызывать затруднения? Да, я не знаю. Меня атакует огненная тётя, махающая огненным мечом, вулкане полным огня. О, нет! Она кидается огнём! Как же мне её победить? Да... Огнём? Нет, это глупо! Боже, это слишком трудно! Я думаю, тут нам мог помочь бы лёд! И, эй! Я купил ледяной меч в последней деревне! Что за совпадение? О мой бог, я был прав! Вау! Знаете, такое ощущение, что я только что решил очень сложный комплексный пазл, который под силу только ботанам. В определённый момент вам даётся квест с драконом-богомутом на доказательство храбрости. Что он хочет? Крысиный хвостик. Смысл? Его здесь нет. К сожалению, дальше я никогда не проходил, потому что в Final Fantasy не стоит даже крысиной задницы. Но если же его добыть, Бахамут сколдует заклинания, и у ваших персонажей брастают яйца, и теперь они выглядят реально круто. Вор становится ниндзей, который бесполезен, потому что всё, что он может, это колдовать 4-х левельные заклинания. Охренеть! Мы перестали пользоваться ими два подземелья назад! После битвы на космической станции и победы 4-х монстров вы думаете, это всё, да? Но нет! Вас посылают в круг старейшин, старых ублюдков в одинаковой одежде, тратящих весь день, каждый день, на неподвижный хоровод в каком-то парке. Зачем они это делают? Им что, платят за это? А есть ли у них прерыв на обед? А замена, если кому-нибудь приспичит посрать? Именно здесь сюжет по-настоящему начинает сходить с ума. Старейшины говорят, что после смерти монстров открылся временной портал на 2000 лет назад, создающий временной цикл, который надо закрыть, так как вселенское зло отправилось назад, и его надо уничтожить. Отправляемся туда, и узнаем, что это Гарланд из начала игры. Он же был мертв! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ты думал, что победил меня, но четыре монстра послали меня на 2000 лет назад в прошлое. Ээээ, зачем? Отсюда я пошлю четырех монстров в будущее. Монстры отправят меня сюда, и цикл продолжится. You've created a time paradox! После двух тысяч лет меня забудут, и цикл закроется. Я буду жить вечно, а ты встретишь забвение!